В четверг днём у остановки торгово-экономический техникум в ДТП попал автомобиль автошколы, которым управлял курсант. Хёнде Аванте вёл 26-летний ученик. Он ехал оговоренным маршрутом по первому ряду в направлении аэропорта. Скорость была небольшой, хабаровчанин двигался в плотном потоке машин. В какой-то момент ему показалось, что он слишком приблизился к впереди едущей машине. Увеличивая дистанцию, молодой человек притормозил, но сделал это с непривычки резко, слишком энергично нажав на педаль. За этим тут же последовал удар в заднюю часть Аванте. В седан врезался попутный Ниссан-Жук, который вела автолюбительница. Хоть молодой человек и не был виноват в аварии, считал, что к ДТП привели его неумелые действия. Отчасти с ним был согласен и преподаватель. Что сказал вам инструктор, когда произошла вот такая ситуация? Ну, нецензурное слово. Ну, нецензурное слово, а другое обычно на ум не приходит. Я вообще думаю, а стоило ли мне вообще в автошколу идти? Ну, ходил бы себе пешком свободно, ехал бы на автобусе, как все обычные люди. 39-летняя хозяйка Ниссан-Жук объяснила, она совершенно не ожидала, что учебная машина вдруг резко остановится. Медленно ехавший курсант застал ее врасплох. Хабаровчанка как раз собралась опередить его и начала перестроение из первого ряда во второй. Женщина отвлеклась, посмотрев в зеркало заднего вида. В нем она увидела стремительно приближающийся по второй полосе грузовик. От перестроения пришлось моментально отказаться. Этот едет как весь поток едет, он периодически притормаживал, но это ничего страшного. Я стала перестраиваться, он резко тормозит, уже и грузовик догоняет. То есть, все, я, то есть, как, да, руководка. С полисами ОСАГО у участников ДТП все оказалось в порядке. Виновные в аварии автоинспекторы назвали женщину, как не соблюдавшую достаточную дистанцию. Права хабаровчанка получила три года назад. С места происшествия Ольга Кушелева и Андрей Алферов. Продолжение следует... Продолжение следует...